Здравствуйте! С вами Андрей Иванов. Это программа «Актуальное интервью». И сегодня у нас в гостях директор Дворца культуры «Современник» Валентин Иванович Головачев. Валентин Иванович, здравствуйте! Здравствуйте! Рад вас здесь приветствовать. Спасибо. Валентин Иванович, «Современник», центр культуры города Ангарска, может быть, даже нашей области. Чем сейчас живет? Скоро новогодние праздники, скоро елки, детские каникулы. Какие планы у «Современника»? Ну, вы правы, что наступает Новый год. Мы все его ждем. Да, такой долгожданный, всегда любимый праздник. Его очень любят дети, взрослые. Да, 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 да. Это, мне кажется, один из самых таких ожидаемых, ну, то есть, праздник. Конечно, «Современник» в этом будет активно принимать участие. У нас и для детей будут программы, и для взрослых будут балы проходить. Поэтому «Современник» сейчас готовится, естественно, к Новому году. То есть, сейчас там у вас аврал, наверное, все репетиции ежедневные идут. Ну, да, да, да. Сейчас такая горячая пора. Ну, у нас вообще все время горячая пора. Да, насчет горячей поры, несмотря на холода, совсем недавно, во вторник, ну, город Ангарс буквально всколыхнул ваш невероятный концерт, который был организован во Дворце Культуры, во Дворце Спорта, Ермак. Он уже стал Дворцом Культуры для меня, потому что там такой прошел праздник. Тяжело было готовить такое масштабное мероприятие? Сказать, что легко – это неправда. Тяжело, наверное, тоже не совсем. Я думаю, вы знаете, «Современник» сегодня созрел для того, чтобы проводить на больших площадках. Вообще, 23-й год – это год такой непростой. Потому что, ну, во-первых, наши ребята, идет такая серьезная, ну, будем говорить, даже война, СВО. И наши ребята дают жизнь, свое здоровье, чтобы мы жили здесь под мирным небом. Вот мы проводим какие-то праздники и так далее. А на самом деле, ребята в окопах сейчас, вот представляете, зима, где холод, снег, дождь и так далее. Поэтому им там очень тяжело. И, конечно, мы должны каждый на своем месте это понимать и как может, чем может поддерживать. Ну, вот такой масштабнейший концерт, он, правильно сейчас скажу название – «В год педагога и наставника в поддержку СВО». Вот так же, «Вместе мы с Сила». Вот так вот он называется. Но это федеральный уровень. Вот без ложной скромности скажу. Это не уровень города Ангарска, это гораздо выше. Как так получилось? Получилось просто, вы знаете, это сама тема такая непростая. То есть то, что это от души. Это от души было сделано. Я хочу поблагодарить всех наших артистов, родителей, которые приводили ребят. Потому что мы оказались в очень непростой ситуации. Ну, во-первых, сейчас за 30 градусов были морозы. Даже за 40. Да, да, да. Было очень холодно. Во-вторых, площадка – это тоже, это ледовый дворец спорта. Там температура, мягко говоря, не очень высокая. А репетиции, которые проходили, это надо было, там, по 3-4 часа надо было проводить. Потому что участвовало народу очень много, более 700 человек. Это все коллективы вашего дворца или все-таки, или почти все? Ну, как можно сказать? Ну, я думаю, где-то процентов 60 участвовало в коллективах. Вообще в «Современнике» занимается где-то более 2000 человек. Здесь было 700 человек. Ну, понятно, есть первые, которые шаги делают в творчестве. Ну, и они там были, наверное, те маленькие ребятишки, которые бегали с флажками, которые такое умиление вызывали, такую гордость они вызывали за Россию. Это же вот они, малыши начинающие. Вы знаете, «Современнике» начинают заниматься с 3-х лет. А, вот так вот. И до 80, даже до 85 лет у нас хор ветеранов и так далее, клуб садоводов, где люди приходят уже в очень серьезном возрасте. Слушайте, можно всю жизнь прожить в «Современнике», занимаясь в «Современнике». А, некоторые живут, у нас есть в «Современнике», что уже семьи занимаются, внуки, правнуки, бабушки. Тут династии, да? Да, да, целые династии, да. И у нас работает, вот, допустим, руководитель цирка, это там, как это, династия Зиновьевых и так далее. Цирковые династии у них это принято, на самом деле, они все династии. Да, да, да. Валентин Иванович, смотрите, вот на корт хоккейного клуба «Ермак» выходило, там, больше сотни артистов, одновременно имею в виду. Это один коллектив какой-то или была коллаборация между разными коллективами «Современнике»? Нет, это было много коллективов, я имею в виду, разные группы были, там подбирались по возрасту, по теме и так далее, и тому подобное, потому что корт – это специфическая площадка, она большая площадка. Это там малочисленными, ну, будем говорить, это будет жалко кучка смотреться, и если что-то проводить, это надо за собой иметь такую хорошую спину творческую, хорошую, ну, будем говорить, чтобы было количество, ну, и качество, естественно. То есть, я так понимаю, смотрите, на одной сцене, ну, корт мы берем условно называемой сценой, выступает сразу представитель нескольких коллективов. А как руководители этих коллективов между собой решали, кто будет ставить этот номер? А вы знаете, в каждом есть блоки, как мы их называем, мы их разводим по блокам, есть ответственные. Этот блок делает один руководитель, этот блок какой-то делает, значит, другой руководитель, и так далее, и тому подобное. Никаких проблем не было, ну, я имею в виду, не дрались между собой за каждый блок, так скажем? Нет. Вот это я хочу, потому что здесь мои дети. Нет, 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 вы знаете, современник, чем силен, мы одна команда. У нас, начиная от технического работника и заканчивая директором, все в этом принимали участие, все. Ничего себе. Абсолютно. У нас, главное, бухгалтер стоял на контроле, чтобы ребят вовремя выпускать и запускать, чтобы лишний кто-то, и в таком плане все это были задействованы. Мы, поэтому, вот здесь мы тоже, когда мы едины, мы просто непобедимы. Современник сегодня – единая команда, и это уже готовилось несколько лет, я имею в виду, команда. И в Современнике работает энтузиасты, хорошие профессионалы. Я вам вообще скажу сказать, 23-й год для Современника – это такой год урожайный. Мы участвовали в конкурсах, я вам скажу. Ваши коллективы, да, вы имеете в виду? Да, 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 наши коллективы. Участвовали в Краснодаре, в Сочи, в Санкт-Петербурге, в Москве, в Екатеринбурге, в Новосибирске, в Красноярске, в Иркутске, в Ангарске. И везде были или победителями, но первые или лауреаты, первые или лауреаты. Ну и гран-при привозили веснушки. Да, да, и гран-при, и Санкт-Петербург привезли веснушки. Так у нас Русь первое место было, значит, 360 коллективов. Это проводил Краснодарский кубанский хор. Знаменитый, да, хор. Да. И они взяли первое место среди 360 коллективов. Ничего себе. Ну да, это достойное уважение. Я хочу для нашей телезрители сказать, что Дворец культуры «Современник» является лучшим дворцом культуры среди всех дворцов культуры Сибирского федерального округа. Я прав? Да. Мы стали лидерами России в 2019 году. До ковидной как раз. Да, до ковида как раз. Мы стали лидерами России Сибирского федерального округа. Это куда входят 12 областей и Республика Якутия и так далее. Ну, эту марку вы держите, да, я так понимаю? Стараемся. Нельзя ни в коем случае опускать. Стараемся держать. Но нас должны поддерживать. Можно держать тогда, когда тебя поддерживают. Владимир Иванович, как вам? Вы как руководитель Большого дворца культуры поставили этот концерт. Вы наблюдали за тем, как ваши подчиненные, я имею в виду руководители, как ваши воспитанники выступают на сцене. Вот со стороны вы это смотрели уже во время концерта. Как ощущения? Справились ребята с теми поставленными задачами? Вы знаете, я могу, в моем понимании, справились, не справились. Просто вы же внутри, вы же знаете, ага, вот тут что-то не то сделали, а вот здесь не так, а вот тут не то. Вы знаете, я на всех планерках провожу и с руководителями. Если я удовлетворённо работаю и говорю, ах, какие мы молодцы, ах, как здорово, мне завтра уже, наверное, надо увольняться. Надо быть всегда... Это психология руководителя. Да. Надо быть всегда немножко голодным. Надо всегда чем-то быть неудовлетворённым. Потому что тогда у тебя будет идти прогресс. Если ты купаешься в славе, вот мы сейчас провели, да, концерт получился хороший. Но это должен сказать зритель. Я хочу сказать об ангарском зрителе. А вот давайте ангарскому зрителю прямо вот в эту камеру можете сказать. Вы знаете, какие они молодцы. Было очень холодно. И собралось из 7 тысяч 6,5, как сказали нам. Люди пришли, а показатель, знаете, какой? Люди пришли, тем более задержали концерт. А задержали не по нашей вине, а из-за того, что, ну, поздно народ собирался. Ну, в смысле, народ шёл, 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 и мы не могли начать вовремя. Но самый показатель, это во всех учреждениях культуры, и у нас, современники, если зрителю нравится, он сидит до конца. А здесь, учитывая, что такое холод на улице, людям кому-то ехать на трамваи, на автобусы, куда-то если идти, это же, понимаете, у каждого в голове, я думаю, было, ах, как надо быстрее. Но народ, я не видел ни одного человека, кто бы уходил. И когда в финале мы вывели массу людей, и сказал Сергей Анатольевич, тоже было, знаете, такое у некоторых людей, что могут народ пойти, ничего подобного. И народ с каким энтузиазмом наши дети, наши все участники концерта, и плюс зрители пели гимн России. Это сейчас говорит очень о многом, потому что и таких мероприятий надо проводить в городе как можно больше, как можно чаще, чтобы мы сейчас нашим ребятам показывали, что мы с ними, что мы единая команда, мы единая семья, мы их ждем, мы в них верим, мы верим в их победу. Вот тогда мы получим результат. А наша молодежь, дети, подростки, которые вот мы постарались пригласить. Я здесь хочу большое спасибо сказать Ларисе Ивановне Лысак, которая приложила тоже максимум усилий. Я когда ей сказала эту идею, что хотим провести для молодежи, для школьников, она двумя руками сказала, да, давайте проведем, я все приложу, чтобы ребятишек собрать в школу. Мы как-то сделаем, вплоть до того, что такую обязаловку, что ли, сделаем, чтобы учителя привели ребятишек. И это было все сделано. Ну, я скажу, что обязаловки, во-первых, не было, пошли по желанию. И, во-вторых, когда Лариса Ивановна берется за что-то, у нее всегда получается, она сказала, будет, значит, будет. Вот это я отмечу. Я хотел еще, Валентин Иванович, сказать вам спасибо от лица телекомпании. Во-первых, мы не просто снимали концерт, вы сделали частью нас, частью вашего концерта. То есть, вначале мы, вот как раз вот эту паузу до начала, да, пытались ее как-то сбалансировать с людьми, пообщаться. Ну и самое главное, мне выпала честь даже в одном из номеров принять участие. Вот за это большое спасибо. Это было очень ответственно, очень волнительно. Ну, это было замечательно. Спасибо за это. Вы знаете, вот я хочу про вашу компанию сказать, про актис. Вы работаете абсолютно в современном ключе. У нас в последние годы с вами сложился очень тесный контакт. А почему он сложился? Потому что люди, которые понимают, которые свое, которые реагируют моментально. Какая-то идея у нас, вы ее моментально подхватите. Какая-то идея у вас, мы моментально подхватываем. А когда мы друг друга понимаем, и здесь вы оказались в очень непростой ситуации. Я знаю, что 20 минут, мы договорились. 36 минут там. Да, 36 минут. И вы очень большое дело сделали. Это вот на первый взгляд кажется. Вот там с одним поговорили, со вторым, со третьим. Вы уже зрителя подготовили. Куда они пришли, зачем они пришли. И они уже выразили свое мнение. Вы задавали вопрос, как холодно. Они говорили, да, мы пришли, мы хотим наших ребят поддержать, потому что им там сложно все. А мы, это едины. Мы вместе с ними. Мы сегодня здесь, в мороз, в стужу. Но мы с вами. Уважаемые телезрители, полную версию концерта «Когда мы едины, мы непобедимы» смотрите на нашем канале в субботу в 21.30. Валентин Иванович... Еще я хочу вот что сказать. Поблагодарить Александра Георгиевича Быкова, директора хоккейного корта. Нам было там очень комфортно. Понятно, что с холодом не очень комфортно. Но отношение людей и его всей команды, мы, конечно, для него там создавали проблему. Потому что есть учебный процесс, где на льду должны быть тренировки, занятия. Мы, конечно, это время забирали. Но он, все наши просьбы, пожелания исполнялся в 100% отношениях. Он вошел в положение, понял ваше седовое мероприятие. Да, да. Я хочу ему сказать большое спасибо, потому что это тоже было для общего, чтобы концерт получился, его большая была лепта в это дело. Да, два грандиозных, две грандиозных организации, «Современник» и «Ермак» вместе. И вот он итог. Замечательный концерт. Итак, еще раз. В субботу, 21.30 на нашем канале смотрите полную версию концерта «Когда мы едины, мы непобедимы». Или, точнее, в год педагога и наставника в поддержку участников СВО. Вместе мы. Вместе мы сила. У нас в студии был директор Дворца культуры «Современник» Вентин Иванович Головачев. Спасибо, что пришли. Всего вам доброго. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова